Уже очень скоро мы окажемся в Кмельницком, и, я уверен, местные жители максимально быстро расскажут, на какие достопримечательности нам нужно обратить повышенное внимание. А я познакомлюсь с самыми красивыми девушками. А я как только приеду в этот город, сразу найду экстрим. А я обязательно узнаю, где вкусно покушать. А я найду уникальных людей в Кмельницком. Это программа «Города», и мы начинаем. «Города» Нет, детка, вот и она. Тара-тара-та-та-та-та. Бойтесь нас, Соединенные Штаты. Мельницкий, город, который назвали в честь нашего великого соотечественника, темная лошадка среди других областных центров Украины. Он совсем небольшой, в городе проживает всего около 270 тысяч человек. И мы мало что знаем об этом городе. Эту ситуацию нужно срочно исправлять. Собственно говоря, пора показать всей Украине, как весело и насыщенно можно провести время в Кмельницком. Мы ищем достопримечательности в Кмельницком, какие-нибудь интересные, красивые, чего? Ну, больше нигде нет, только у вас в городе есть. Да. Ага. Это, наверное, Джибеш, это, наверное, в Табирске, я знаю. Меджибеш – это крепость. Слышали мы уже, да, мы туда обязательно. Ребят, что интересного в городе есть, достопримечательности, какие-то интересные места, что посмотреть можно? Идите в бульдозер. Как она начала вот это? Идите в бульдозер. Бульдозер – это что такое? Это спортивный зал. Куда отправите нас? Ладно, я по глазам вижу, куда нам собираются послать. Остановимся на этом. Спасибо огромное, хорошего дня. До свидания. Ну, знаете, у нас самое, наверное, главное достопримечательство для нашего рынка – Львовск. Большой, вещевой. А, слышал, слышал, слышал. Пол страны там покупают, да? Рынок, входим, достопримечательности, красивые места. Чего в городе есть? Куда пойти? База. Сейчас папе на деньги тратишь, потом мужа, да. Все, понятная схема, да? У нас это больше, в основном, это центральная улица. Здесь куча ресторанов, куча кафешек, уютных. Это вы, извините, это вы сейчас ему говорите? Куча кафешек, ресторанов, уютных пойдет. Да, да, это чтобы он меня провел. Нет у нас никаких достопримечательностей. Ну, не памятника никакого. Можно в СБУ пойти посмотреть, там главная достопримечательность. В СБУ пойти? Да. Чем-то мы, видимо, ребятам не понравились. Они нас не просто в милицию, в СБУ отправляют сразу. Расскажите, где в вашем городе найти экстрим? Экстрим? Лонопарк. Ну, может быть, что-то, я не знаю, квадроциклы мы пробовали, хотим что-то покруче. Сделайте себе татуировку здесь. Сделайте татуировку себе? Да, это экстрим. А еще что, может, видели какие-то экстрималы, велосипеды, мотоциклы, машины, я не знаю. Акробаты бегают, смотри. Акробаты бегают по Хмельницкому. В России медведи ходят и пьют водку, а в Хмельницкому бегают акробаты по городу, колесо крутят. Ты видел, какая Жигули? Ты видел, какая заниженная? Посмотри, посмотри. Это настоящий украинский лоу-райдер, настоящая ниггерская машина. Оттуда должен по-любому доноситься рэп. Самое интересное, что окна в этой машине не закрыты. По-моему, в Хмельницком каждый друг друга знает и каждый друг другу доверяет, что не боится бросать открытый автомобиль. Что можете посоветовать, куда направить нас? Да. Ну, именно меня. Идет, п***, человек, он вытаскивает. Ой, нет-нет-нет, я... Меня попробую. Я президент Федерации своего биловского. Вот, интересно. Может, у вас... Два дня назад провели футбол Украины, чтобы девеллингов ездить. Довольно успешно. Три дня назад попал лифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый второй житель города отправлял нас на местный рынок. И действительно, туча, а именно так называют в простонародье этот гигант розничной и оптовой торговли, впечатляет. Это целый город в городе. По объемам продаж, хмельницкий рынок является третьим в Европе. И здесь действительно можно купить абсолютно все. От картошки с редиской до шуб и бриллиантов. Здесь действительно можно купить абсолютно все. Единственное, что... Сейчас на всякий случай перекладываю деньги, телефон, в карманы прижимаю покрепче. Ну, пойдем посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завали сюда. Завали сюда? Да. Так и называется? Так и называется. Завали сюда? А когда недоволен счетом, завали свое. Один вопрос, можно? А первые в вашем городе? Где? Так, это я под правой стою. А чего? Так подождите, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А они вообще были? Или у меня уже солнце припекает? Мы с утра не знали друг друга, а сейчас мы уже практически паром. Куда мы пойдем сегодня с тобой кушать? Самый дорогой ресторан. Куда нам сходить покушать? Тикини в папарацци. Тикини в папарацци. Там более эмоционально говорит, нет, не папарацци, умоляю. Да, папарацци не стоит. У меня, видите, парень ждет. Вот так вот вы на всю страну признали, что вас ждет парень. Хорошо вам. Ну, черепица неплохо. Да, понищаем. А подороже? А подороже, ну, там абажуры серьезные. Там за вход плача, да? Там за вход и, наверное, и за выход. Привет всем! Сейчас мы находимся в невероятном месте. Это скай-парк в городе Хмельницкий. Батуты! Я на таком ни разу не прыгал. Мы такого ни разу не видели. Сейчас мы посмотрим, как это у нас получится. А в частности, у меня. Вперед! Привет! Привет! Меня зовут Маша. Итак, мы попали в батутный парк. Сфера применения тренировок на батуте очень широкая. Они входят в программу подготовки очень многих спортсменов. Прыгуны в воду, кайты и вейксерферы, легкоатлеты, а также цироковые акробаты и даже космонавты. Прыгают и прыгают параллельно с профильными тренировками. А с 2000 года прыжки на батутах даже попали в программу летних олимпийских игр, как отдельный вид спорта. Есть одиночные прыжки, есть парные, есть четверка, когда стоит два-четыре батута, одновременно выполняют одни и те же элементы. Это два человека. Обалдеть, я в шоке. А вы как вообще в паре работаете? Нет, мы по отдельности. В Украине есть сильные команды, но их мало. Батут – спорт молодых. Спортсмен достигает пика своей формы приблизительно к годам 20. В Украине, как и со всеми видами спорта, кроме футбола, с батутом все сложно. Однако и нам есть чем гордиться. Недавно Виктор Кипаренко стал чемпионом мира на акробатической дорожке. Так называется, как бы это проще сказать, очень длинный батут. Какое впечатление, что Маша должна была приземлиться и сразу достать пару самурайских мечей и кидать две звездочки, как ниндзя. Парни, вопрос очень простой. Еще в этом городе талантливых людей, уникальных представителей Хмельницкого. Хм. Так. Вахму и твоя версия? Трихмы. Ну вот мы. Так. Талантливые люди, да. Талантливые. Творчивые люди. А чем вы занимаетесь? Я фотографую. Фотограф. Да. Вы? Дизайнер. Дизайнер. И тоже фотограф. Два фотографа и дизайнеры между ними загадывают желания. Один вопрос можете? Вы почте, у нас обед заканчивается, нет времени. Приятного аппетита. Попали в обеденное время. Люди не хотят общаться, потому что они хотят есть. Мы тоже хотим есть. И пить. И пить. Но будем это делать позже. Когда? Когда. Так. Дизайнер что делает? Веб-дизайнер, графичный дизайнер. То есть сайты? Да. Это к вам. Ну а чаще всего кто обращается за сайтами? Торизм. Мы пройдем в основном за кордоном. Да? Серьезно? Заказчиками за кордоном. В России? Это уже за кордон. Это уже за кордон. Слушай, а если не секрет, сколько получается в день игрой на скрипке заработать? В день не знаю. Так-то если один раз выходишь на часик, то гривен сто? За час сто гривен? Это неплохая цепа. Получается, если восемь часов в день, это восемьсот гривен. Допустим, пять дней в неделю, это четыре тысячи. У нас четыре недели, это шестнадцать тысяч гривен. Можно заработать в месяц. Ну если восемь часов пылят. Да. Восемь часов пылят. Это так это называется, да? Если без перерыва, то максимум то, что я работаю на улице, то есть четыре часа. Ну буквально минутку. Добрый день, Дима. Программа «Гарда». Веселый этап. Девушка, ну ты. Витя. Айцек, программа «Гарда». Я разговариваю по телефону. Где найти уникальных людей, скажите? Где покушать? Подскажите, пожалуйста. Один вопрос. Я сама не знаю. Накормите меня. Поехали. Поехали. Неудачно. Пойдемте кушать. И нам самое место. Удачного дня. Спасибо вам также. Спасибо. Вот так, ребятишечки. Работаем командой, все у нас получится. Я не ем после шести, поэтому встал в четыре утра и пошел на рыбалку. Пойдем, морячки. В нашей программе мы уже не раз рассказывали о прелестях ресторанной жизни Западной Украины. Будучи уверенным в том, что по части общепитов и Хмельницкий все тоже хорошо, я решил попробовать добыть себе пропитание собственными руками. Тем более, под Хмельницким расположено большое количество озер и ставков, в которых водится множество вкуснейшей рыбы. Пора с этой рыбой познакомиться поближе. Встречу назначим в Ухе. В принципе, будем ловить то, что нам попадается. А маленьких Фил выпускает обратно в клуб, знаете, как у рыбаков. Ловишь малыша такого малька, плыви, мы за тобой вернемся через год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие случаи были у вас, как в мультиках Том и Джерри, когда рыбак сам себя закидывал? Буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подскажите, где вы с девушками знакомитесь в этом городе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парк. Парк, улицы, вокзалы. На вокзалах, да? СМЕХ Ну а чего бы и нет? На вокзал приехал, взял беляж, стоишь, девчонки ходят. Привет, как дела? Если я куплю для девушки мороженое и угощу, она согласится? Ну, это смотря какая девушка. Ну как, подойду, скажу, хочешь лизнуть, протяну мороженое. Нет, ну это будет как бы непростило. Не сработает, да? Нет, конечно. А как тогда? Подсказывай мне. Что? Где классные девчонки в этом городе? В этом городе классные девчонки не везде. Вот от Сумы начинается, и вот туда вот прямо. Так, и что там в этом месте? Очень красивые цыпочки гуляют. Цыпочки? Да. Нормальные? Там тоже ищешь сам, да? Мультимальные цепочки. Можно подойти, культурно спросить, девушка не купить или... Мороженого. Мороженое. Девушка, не изволите ли лизнуть мороженого моего? Да, вот как-то более... Лизнуть это как-то... Опять некрасиво. Неподходящее слово. Как ты знакомишься с девушками? Подскажи. Можно пригласить в кино. Вот. Можно пригласить в кафе. Можно быть оригинальным. Действительно. Нужно быть по-настоящему оригинальным, пригласить в кино, в кафе. А не соблаговолить ли вы, любительнейшая, отведать моего вкуснейшего мороженого, да? Вот. Это будет более подходящее. Спасибо за страничку интеллигентного и интеллектуального подхода к девушкам. Благодарочка вам, благодарочка. Спасибо. Привет. Есть вопросик один? Ищем красивых девушек в вашем городе. Что посоветуете? Уйди. Камеру убери. Страшно, страшно, ребята становятся. Их много. Какие девчонки. Лишь бы не побили здесь. Уходим. Мы находимся в Хмельницком. Это самый обычный спальный район. Говорят, что те, кто вырос на улице, слишком часто плохо заканчивают. Это не совсем так. На улице можно добиться многого. Это видно на примере хмельницкой хип-хоп-тусовки. На одном небольшом пятачке, фактически в гаражах, занимаются любимым делом диджеи, бибои, боемиксеры и фанаты автомобильного тюнинга. В общем, люди разные и наверняка интересные. Сейчас мы собрались с ребятами. Сегодня отдохнуть. Прекрасный день сегодня у нас. Вот Тарасик бегает для ребят Панчик. Ребята, тут свой драг-данс. В Украине с этим немножко тяжело, но есть такие люди, как мы. А хип-хоп вообще в клубах практически не играют сейчас, да? У нас, в принципе, вообще нет денег. У нас коммерция попса. У нас бедные рэпери. Они не ходят спутать. Ну, вот тут есть Виталик Кот. А, да, Виталик. А вот и Виталик. Вот и Виталик. Они меня вытащили 7 лет назад, когда я только купил первую вертушку и дома занимался пиливом. Они вытащили меня на улицу, ну, пригласили. Угу. Благодаря Виталику я первые деньги начал зарабатывать. Возле пиццерии мы пилили. То есть фактически танцор тебя притащил в диджей. Я, наверное, был в хип-хопе. Ну, бибой. В зарабатывании денег этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо сейчас рядом со мной Кот. Это самый настоящий бибой. Более того, лидер бибой-движения в Мельницком. Здорово! Брейк-дэнс зародился в Америке еще в начале 70-х. Практически все разновидности и техники этого танца появились на улицах Нью-Йорка. Однако и западное побережье США внесло свой вклад. Именно в Калифорнии были придуманы локинг и поппинг. В Советском Союзе из-за недостатка информации брейк ошибочно разделили на верхний и нижний. Конечно же, это неправильно. Настоящий бибой должен уметь сочетать в одном танце и то, и другое. Девушки очень тонкие натуры. У них в характере заложено умение переживать и сочувствовать. Именно поэтому я решил попробовать на улицах Мельницкого довольно классическую пикаперскую схему. Я буду давить на жалость. И заодно проведем эксперимент. Посмотрим на реакцию хмельчонок в обычных условиях. И в ситуации, когда я явно буду демонстрировать с помощью дорогого автомобиля свое уверенное финансовое положение. Посмотрим, что сработает сильнее. Жалость или жалость плюс деньги. А как мне быть? Я сейчас не знаю, что происходит. Я вам говорю, это на конец света. Все бывает. Но вы мне поможете? Вы меня утешите? Я похожа на ту, которая утешает. Очень. Нужна ваша поддержка. Чем тебя поддержать? Не знаю. Может стать моей новой девушкой? Это так мыло. Мама меня человек не меняет. Да? А что ж так поработать-то, а? Это так мыло. Можно тебя сфотографировать? Давай. Только вместе. Так как мы вместе? Ну, надо. Вот он. О-о-о! Где мне было с вами на подлодке? Я не знаю. Может быть, лаской, может, каким-то утешением. А в Америке люди вот так привыкли обниматься. СМЕХ Но мы же ближе к западу стремимся, правильно? Все. Уже реально легче стало. Спасибо. Даже улыбка появилась. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поцеловал по-французски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги на реконструкцию выделили, и хватило их ровно на две недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас находимся возле памятника, подобных которого мне не доводилось видеть не только на территории Украины, но и за ее пределами. Очень интересный памятник, который был подарен Хмельницкому городом-побратимом Модестой, который расположен на территории Калифорнии. Интересно что? Смотрите. Вот это куски ракеты СС-19. Раньше она располагалась на территории Хмельничины и была направлена как раз на территорию Соединенных Штатов. Что хотели сказать архитекторы этим памятником? Честно говоря, не очень понятно. То ли мы за разоружение и мир во всем мире, то ли мы хотели напомнить о том, что ракеты у нас были. Если что, мы готовы все это дело воссоздать. И тогда бойтесь нас, Соединенные Штаты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что бросилось в глаза всей съемочной группе, это то, что, несмотря на будний день, практически все ламочки в сквере заняты. Очень тихо, очень спокойно, никто никуда не торопится. Очень непривычное зрелище для жителей больших городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аллея уникальных сортов сакуры. Слушайте, мне этот город нравится. Смотрите, памятник из Америки, японская сакура, Хмельницкий, что дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередная интересная находка в Хмельницком, памятник воинам-афганцам. Причем, знаете, поражает не только глубина мысли, которая заложена в нем, но и лаконичность ее передачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из самых ярких достопримечательностей города необычная детская площадка в центре Хмельницкого. Фотографиями и отзывами с этой площадки пестрят все туристические форумы. Ну что сказать, вблизи все оказалось еще интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, мы уже минут 20, честно говоря, находимся на этой детской площадке. Дикий психодел. Мы придумали, да, мы со съемочной группой придумали свои названия этим скульптурам, но я боюсь, что они не пройдут цензуру, поэтому мы решили так. Мы сейчас поинтересуемся непосредственно у тех, кто играет на этой площадке у детей, как можно это назвать. Юль, а вот скажите, пожалуйста, какие слова приходят вам на ум, когда вы смотрите вот на вот эту, даже не знаю, как это назвать, рыбу, что ли? Что она вам напоминает? Она мне напоминает колыку-жабу. Вот эта красивая рыба напоминает вам большую жабу, да? Здравствуйте, как вас зовут? Лиза. Лиза, очень приятно, Лиза. Лиза сразу обозначила, кто из нас в каком положении находится, где Лиза, а где съемочная группа программы «Города». Кирилл, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какую основную мысль нес автор этих скульптур вам, детям? Ну... Что он хотел сказать этим? Что... Ну, не знаю, что... Что животные – это хорошо, наверное. Животные – это хорошо, наверное. Скажите, а как вы думаете, помогают вот такие скульптуры знакомиться с девочками? Да. Да? Сколько... С каким количеством девушек вы уже познакомились здесь? Три. Три девочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем восхищенно наблюдать этот трюк! Человек вообще прыгает без ду, он вообще не передвигается, а гравитации для него нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пришло время и мне попробовать чему-то научиться. А если быть точным, то мне предстояло разучить базовый элемент – сальто. Вперед или назад. И не сломать при этом шею. Я не знаю, тяжело это или не тяжело, страшно или не страшно, но лично меня пугает больше всего неизвестность. Я не знаю, что я буду делать, я знаю, что только куда-то руки, колени под себя. Ну давайте пробуем. Поехали. Раз. Два. Три. Ну что, это было? Я просто ничего не понял, как все произошло. Я видел, как земля приближается к моему лицу. Я даже поцеловал по-французски этот батушек. Мы когда ехали сюда, я так немножко, как говорится, не за рлем был, и глаза закрыты. Мы где-то, кстати, находимся интересным мне, GPS-у и моим родителям? Ха-ха-ха-ха. Это частный столочек. Частный, да. У меня есть область села Клубань. Если кто-то думает, что рыбалка это закинул удочку и рыбка сама запрыгивает на крючок, то это не так. Во-первых, процесс довольно долгий. Во-вторых, рыбу нужно обязательно прикармливать. И в-третьих, конечно, огромное значение имеет техника и опыт. Катушечку этой рукой подмотал, чуть-чуть вперед, вперед, вперед. Вот так вот. Вся штучка была под пальцем. Оп, все. Забирай этим пальцем леском. Забирай. Вот, все, прижимай. Викливай, все. Запускай, викливай. Водочек, все. И во время, когда вот так опускаешься в леску. Разумею. Когда уже пошли, да? Давай, ты просто не пускай и просто попробуй так махну пару раз. Торжественная минута. Я запускаю утку. Как по профессиональному слову. Да сейчас просто если вбить, рыбы вбивают в себя в рыбном гугле и у Меха, так моя фотка. А как мы поймем, что клюют? Наклонится, да? О, там шоссия. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, ребята! Ушла, что ли? Да. А была тут? Кстати, Степан является членом Хмельницкой Федерации спортивной рыбалки. Главное отличие спортивной рыбалки заключается в том, что пойманную рыбу выпускают. Но мы не такие. Мы не спортсмены. Нам нужна уха. В рыбалке главное не тот, кто поймал, а тот, кто не упадет в воду. Нет, вот. Е-е-е, детка, вот и она. Та-ра-та-ра-та-та-та. В командном зачете есть первая. Это у нас кто? Карпин. Карпин. Малыш, ты теперь будешь жить с нами. Ну, или не жить. Что можно сказать? Уже солнышко встало. Уже не так холодно, не так прохладно. Уже тепло. Да и плюс того, что пошел хлев, и мы согреваемся. Думаю, уха у нас получится. Думаю, и рыба будет. И сварим. Это пошел вкусное ухо. Обычно в танцевальные кружки девочки идут, вот. А парни больше там футбол, там бокс, я не знаю. Что привело тебя в бибойство? Во-первых, сложность этого танца. Я понял, что это настоящий танец. Что это реально танец для мужчин. Но хотя, в принципе, девочки тоже не отстают. Могу сказать так. И я понял, что... То есть есть еще и big girl, да? Конечно. И они дают хорошо мужикам брасрасу, можно сказать так. Ну, вообще, главная цель – это показать, как ты чувствуешь музыку, как ты пропускаешь музыку через свое тело. Брэг-дансы не нужно ни в коем случае повторять кого-то, или копировать YouTube, который ты видишь. Ты должен что-то приносить новое. Брэг-данс в эту культуру. А вы на картоне танцуете? Да. Наверняка это не просто так. Ну, это пошло еще где-то в 60-х, 50-х годов в Америке, на улицах Бронса. Ребята выходили просто... Это были черные парни, да? Да, после работы или просто, чтобы правильно провести время, они брали рядом картон, чтобы не убивать себя на асфальте. И в хип-хоп-культуре есть еще граффити, есть диджи, которого видели, есть Эмзи. И, в принципе, ты должен уметь все. Ты должен хип-хоп-культуру полностью, как бы, через себя пропускать и полностью развивать. Тогда ты будешь полноценно понимать то, что ты делаешь. Слушай, ты живешь этим людям. Ну, да. Слушаю тебя и понимаю, что это просто в сердце где-то. Самый простенький фриз – это бэйби фриз. Бэйби фриз? Это детский фриз, потому что он самый простенький. А вот так это. Это этот, Westside, да, чуваки? Это Eastside, Westside. А, Eastside, Westside. Кстати, Eastside, Westside – это были очень мощные конкурирующие хип-хоп группировки. Там, насколько я знаю, все заканчивалось довольно серьезно, выстрелами в голову. Убили… Кого там убили? Шакура убили, да? Пока Шакура убили. Просто вроде как бы из-за музыки. Да, просто потанцевали, побетовали и потом… Как ни странно, морально поддерживали меня не только девушки. Парни проявили сочувствие и понимание. Все-таки отзывчивые люди живут в Украине. У тебя тоже были такие ситуации, да? Да? Держись. Давай, братуха. Да, братуха, все, вообще. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, мужики. Спасибо, братуха. Спасибо. Спасибо. Я вижу добрые глаза. Ты зачем тоже телефон Билла тоже тебя бросал, да? Нет. Весь экран разбит. Можно сфоткать? Давай. Со мной сфоткаешься? Не, я в асфальт-ка буду. Давай. Все, давай обнимешь. Все, спасибо. Вот так вот. Я, значит, для нее все, а она… Утешишь? Негодяй. Я могу поселать. Давай. Спасибо. А можно там кофейка попить, чайка пообщаться? Сейчас находим, чтобы вы не грустили. Ну, пошли, давай зайдем в заведение. Как видите, прием работал. Девушки изначально были настроены подарить мне немного ласки и тепла. В отдельных случаях даже много хорошей девочки. Даже очень хорошие. Довольно трудно оказалось добраться до Меджибожского замка, посетить который наперебой советовали нам местные жители. 35 километров, ровно столько из центра города Хмельницкий до этого замка. Доехать можно двумя способами. Первый – это так, как сделали мы, воспользоваться такси, либо же воспользоваться услугами рейсового автобуса. В случае с такси это будет стоить где-то порядка 260 гривен в одну и в другую сторону. Автобус стоит порядка 12 гривен от человека в одну сторону. Так, все, хватит цифр, пошли смотри. Через несколько секунд мы окажемся внутри замка. Я вам так скажу. Судя по тому, что мы видели снаружи, пока к нему подъезжали, я в предвкушении. Я надеюсь, что мои ожидания оправдаются. Пойдем. Ход платный. Для взрослых 20, для детей 7, для детей даже 7 бесплатный. Собственно, пару слов для любителей историй. Первые укрепления на этом месте появились еще до нашествия татар. Затем, когда на этом месте обретались эти самые татары, укрепления срыли. Затем, чуть позже, замок построили вновь. И уже в 16 веке его перестроили, дополнили, достроили. И он превратился вот в то, что мы можем видеть сейчас за моей спиной. Слева, справа, вокруг и так далее. Смотрите, очень интересный факт. Церковь справа от меня реально действующая. Киевский патриархат, если я вот правильно запомнил то, что нам рассказывал экскурсовод. А слева вот это полуразрушенное здание, это реально дворец. Дворец его никто еще не реконструировал. Он сохранился в том виде, в котором изначально был построен. Это реально замок, рядом с которым жили люди. Внутри замка жил правитель. Я слышал аплодисменты, это значит, что я сделал что-то крутой, да? СМЕХ Прыгнуть сальто на своей первой тренировке. Ну кто после этого может сказать, что я не крутой, а? Да, я просто монстр батутой акробатики. Полтора винта, два планша, два винта. Сейчас мы посмотрим, как это будет в реалиях. Поехали! Оооо! Ха-ха! Это очень круто! И следующий момент. Посмотрим, кто кого. Рома или Маша? Кто кого победит? Женщина или мужчина? Это невероятно интересно! Сейчас мы раскроем все тайны нашей программы. Маша, уделай Рому, покажи полный глаз, а я третий. Выграя у вас стоит! Маша, у тебя только на три, а поехали! И все, победите! Что я снова делаю? Ну тут мы складываем руки, снимаем шляпу. И вызываем скорую. А вот тут и Хмельницком! Это невероятная вещь! Мне очень нравится! Советую абсолютно всем, приходите в гости. Здесь прекрасные, добрые инструкторы Рома и Маша помогут вам и обучат. Ну а я побежал дальше. Ой, хорошенькая! Вот она, моя девочка! Вот она, моя большая рыба! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, забросили. Опять рыбы наловили практически достаточно. Будем пробовать делать уху. Пойдем. Уха – уникальное славянское национальное блюдо. Причем до 12 века ухой называли совершенно любой суп. Более того, даже компот. На данный момент существует огромное количество рецептов ухи. Кто-то готовит ее исключительно из одного вида рыбы, кто-то же, напротив, использует разную рыбу, отваривая ее в определенной последовательности. Друзья! Дмитрий Котовец, режиссер программы «Города». Человек, который отвечает за то, что мы здесь все делаем, за картинку. Дим, я капитан, а ты теперь повар. Вот так. Расскажи. Мы готовим муху. Мы с рыбы очень много поймали, да? Да. На лавине. Так, ну картошку мы уже почистили, я так подытожил все. Картошку, морковку почистили. Лук кидаем. Лук как бы шкарлупу. Лук не чистый, да. Да. Со шкарлупой. Да, его со шкарлупой нужно использовать, потому что он, ну, шкарлупа элементарно оставляет золотистый цвет вот бульоновый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основой брейк-данса является батл – противостояние бибоев, во время которого каждый танцор должен показать свой уникальный стиль и при этом не повторить движение противника. Батл является четким показателем того, на что способен конкретный бибои или команда бибоев. В конце батла всегда идет пожатие рук, как бы батл не закончился, там могут ребята ссориться во время батла. Даже ссориться во время батла? Почему? Ну, разное бывает. Там часто в основном ссоры происходят из-за того, что один другому с командой доказывает, что ты сбайтил, как бы сделал чужую штуку или повторил. Сбайтил – это типа украл, да? Да, украл или повторил. Это начинается уже эмоциональная тоже битва. После чего, в любом случае, все заканчивается пожачьим руки. Как бы мир. В любом случае, если ты не пожмешь руку своим соперникам, тебя просто перестанут уважать вся хип-клоп-культура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, прямо сейчас самый настоящий батл. Би-бои Хмельницкого, команда «Трансформерс». И би-бои Украины, и команда «Города». Уоу, е-е-е! – И е-е! ОК – Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Все, все. Все, спасибо. Мы можем вас потешить морально. Держитесь. Вот так, да, только и все? Да. Утешишь? Конечно. Хотя бы одного. Знаешь, как в Америке делают? Обняться вот так вот. Может, покатаемся? Может, покатаемся со мной? Да, я сидела. Чего это? Да нет. Человечески, пожалуйста, покататься. Ну, сядем, пообщаемся. Может, и подскажешь, что и как. Так что, может, тогда этот самый, пообщаемся? Ладно. Серьезно? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, спасибо. Тебя когда-нибудь бросал парень? Ну, только и рассталась. Только и рассталась? Так что, отметим это событие? Нет, нет, нет. Я бросил, тебя бросил. А? Нет. Ты и я. Я сочувствую. Нет? Не получится? Девушки, выручайте. Хотя бы поддержка. Да. Девушка, можно. Только, мальчик. Это не наехать, что может быть в жизни. Спасибо большое. Я обещал рассказать о реконструкции замка. Действительно, таковая была в 2007 году. Но, наверное, это бывает только в нашей стране. Деньги на реконструкцию выделили, и хватило их ровно на две недели. После чего реконструкция остановилась, и, как вы видите, замок выглядит не очень хорошо. Но я искренне надеюсь, что в самое ближайшее время этим делом таки займутся, и у нас с вами появится возможность приехать сюда и увидеть этот замок и этот дворец во всей красе. Оно того стоит, и Украина того стоит. Мы с вами этого достойны. Идет дождь. Мы на верхушке самой высокой башни этого замка. Идет дождь, но при этом светит солнце, радуга. И, наверное, это самый крутой замок, который мне доводилось видеть. По крайней мере, на территории нашей страны, честно скажу. Был в Италии, был в Германии, там тоже есть крутые места. Но на территории Украины это реально лучшее. На интернете я нашел видео, где люди катаются верхом на огнетушителе. Сегодня я попробую то же самое. Посмотрим, получится ли это у меня. Для начала надо обязательно выдернуть чеку. Никогда не делал это. Делал это впервые. Очень волнуюсь. Делал это впервые. Ну вот, прилетели украинские авиалинии. Летайте с нами. Газ, который вылетает из этого огнетушителя, его температура составляет минус 70 градусов. Это очень холодно. Если он попадет вам на кожу, это сразу обморожение. Ну, у меня такого не случилось. Я отморожен из детства. Эй! Давайте, ребят, чистить рыбу. Э, куда? Рыбу, говорю, чистить? Куда вы? Я посмотрю, как потом ребята будут кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закипит. Водок добавляет им смысл. Имит смысл. Минут 10 ждем. И будем приступать уже кушать хочется до бесконечности. Давай, последний штрих. Последний штрих. Это 50 грамм водки, да? Да, 50 грамм водки выливаешь туда. Ну, давай, ты по 25, а я по 25. Да выливай уже все. Всем уже, на такие примеры. Индыш. Это уже в тарелке было. Теперь делают старые рыбаки. Ну, мы с тобой молодые, но чтим, да, традиции. Бери. Только осторожно, горячее. Прям засовывай вот посюда, вот туши его прям калмой тополеной. Честно говоря, никогда в своей жизни не ел такую вкусную уху. И, конечно же, ощущение того, что ты не просто сходил в магазин за рыбой или сделал заказ в ресторане, а поймал ее и приготовил собственными руками, непередаваемое. Зову всех наставки Хмелицкий. Это круто! Еще одна часть хип-хоп-культуры – это вот такие велосипеды. Как они называются? BMX называются. Велосипеды BMX. Игорь и Олег – два парня, которые сейчас покажут, что такое настоящий BMX Хмельницкий. Поехали! Что делают с этими велосипедами? Почему нет седла? Седения нет, потому что тут удобно прыгать на заднем колесе. Седло это мешает. Ездить не реально, возможно, трюки на месте, на высоту запрыгнуты, возможно, на вот этот автомобиль запрыгнуты. Прям туда. Это удобно – купить машину, чтобы на ней ездить на велосипеде. Так, короче, вся суть в том, что это просто экстремальный велосипед, на котором ты делаешь трюки, и, судя по лицу, не всегда они получаются. Да, не всегда удачные трюки, бывают и травмы, бывают переломы. Но жизнь боль, надо идти дальше. Кока! 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 Это поддерживает Коку, который сейчас будет измываться надо мной. Посмотрим, насколько безопасен его талант. Когда над твоим лицом зависает колесо, время замирает. Честно говоря, страшно. Больше всего пугает собственная беспомощность. Ведь от тебя в этот момент ничего не зависит. Только от парня, который сидит на велосипеде. А я вообще-то с ним познакомился всего пару минут назад. А, обычно так кричат, когда занимаются сексом. Но, блин, мне сейчас не очень кайфово. О! Фу! О! А! Наступил! У меня есть друг Илья, который бродил по Хмельницкому в поисках адреналина. Давай, пошли, я нашел его. Настоящий адреналина, настоящих парней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне тоже очень понравилось. Я просто кайфанул. Хип-хоп в Хмельницком – это небольшое, но очень сплоченное движение. Честные перед самими собой, искренние парни делают то, что им нравится. Делают это красиво и самоотверженно. Просто красавцы. Девушки, давайте вчетвером. СМЕХ Пожалуйста. СМЕХ 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 Все наладится, да? Да, да. Может, покатаемся, пообщаемся, а? Да, давай. Давайте, да? Поехали. Серьезно. Семь четвером. Да, садитесь. Нужна поддержка. Нужна поддержка. Держитесь. Спасибо. Спасибо большое. Ты меня понимаешь, да? Вот этот человек, я понимаю. Сразу, сразу поняла. Спасибо, спасибо, честно. За поддержку. Ясный. Спасибо, спасибо. Блинный. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот это, я понимаю, поддержка. В конечном итоге сочувствие проявили и уличные музыканты. Сочувствуем, сочувствуем. Парни, с барабанить тебе что-то, а? Конечно, конечно. Да? Да. Все будет хорошо. Обещаешь? Да. Честно, честно. Честно, честно. Все будет хорошо. Спасибо тебе. Хорош. Хорош. Покинай парнем с девушками. Мы трое, вы с парней. Я там классно. У вас тоже нет парней? Честно говоря, я сильно удивлен. Дорогой автомобиль вообще никак не повлиял на реакцию девушек. В этот момент, когда девчонки мне сочувствовали, подходили обнимать, приободряли приятными словами, их совершенно не волновало мое финансовое положение. Они видели брошенного человека, и все остальное отступало на второй план. У меня появился еще один серьезный повод гордиться украинками. Приветливые люди и чистые улицы, недорогое такси и доступные гостиницы. Все это является бесспорными плюсами для любого туриста. В Хмельницком не чувствуется суета больших мегаполисов. Люди, если и спешат, то делают это как-то неспешно. Случайность это или нет, но именно в этом городе мы встретили очень много отзывчивых людей, которые изо всех сил старались нам помочь. И, кстати, будете в Хмельницком, обязательно съездите на рыбалку. Уж очень там хорошо. А-а-а-а! Наступил! Не-е-е, детка, вот и она! Та-ра-та-ра-та-та-та! Хмельницкий! Это 250 тысяч, никуда не спешащих, наслаждающихся жизнью горожан! Ещё пару прыжков, и я чувствую, что уха выйдет из меня, причём тем же путём, что и вошла. Первый рыбак, который не знает, что тут происходит. В Мельницком девушка не только красивая, но и внимательная, и заботливая. Наступило лето. В Мельницком я оторвался от земли по полной программе, это круто. Привет, друзья. Подождите, ещё раз. Это программа «Города». До встречи в следующем городе.